В основном люди уезжали в 12-13 году, в 14-м году уезжали. Нет, сейчас, скорее всего, больше осталось патриотов, настоящих патриотов, настоящих россиян. Я думаю, что вот эта сита, которая происходила в 14-й год, в 15-й год, даже в 16-й год, оно уже отсеяло. Обратите внимание, наоборот, весь шоу-бизнес сейчас где? Уже в России. Все здесь. Я думаю, что все-таки до людей стало доходить, что мы не те. Мы не из того теста сделаны там, за границей. Я думаю, что как в том анекдоте, когда, знаешь, кто-то вылазит и говорит, папа, это же Родина наша. И вот, к сожалению, люди начали понимать, что, поверь мне, хуже не будет, улучшения будут. То, что сейчас был выбран очень хороший парламент, все для людей. То, что Владимир Владимирович будет президентом, я не сомневаюсь, я один из первых, кто пойдет голосовать. За него все будет хорошо, все будет хорошо. И с точки зрения экономики, с точки зрения политики, с точки зрения вооружения и прочее, прочее, все будет нормально. Главное, главное верить. Но бывает так, что то, что ты веришь, они сбываются. А я на сто процентов уверен, что это и вера, и на самом деле это все будет. Чем-то можно испугать потенциального эмигранта за границей? Ну, допустим, детей отбирают. Ну, давайте начнем с того, что их отдали. Их уже отдали. Вот. Какие-то... Ну, ребят, ну, я всегда говорю так. Ну, послушайте, вот, на, конечно, опять же, вот, если мы говорим. Американцы делают так. Кого-то обидели, независимо где, все, туда спецназ. Я всегда говорю так. Я говорю, ребят, почему мы так не делаем? Ну, обидели человека, все. Взяли туда, поехали, раздолбили, дали, ну, и прочее, прочее. Что-то я сбился с тем. Давай еще. Какой у тебя был вопрос? Да, ну, какие опасности могут поджидать... А, и, да, значит, и самое, самое, что интересно, вот, ты говоришь, какие опасности могут, значит, ждать любого иммигранта. Ну, ребят, если вы приняли решение уехать в страну, вы сначала с ней ознакомьтесь. Да, какие законы? Мы знаем огромное количество, уезжая девчонок, там, в Турцию, в Египет, и мы понимаем, что с горькими слезами, когда они рожают детей, мужьям, они остаются без детей и без всего. Они, да, ну, вы же приняли такое решение, туда ехать, значит, вы знали быт, вы знали историю, вы знали культуру. То же самое и Финляндию. Люди уезжают, но они знают, что хлопать детей нельзя, по голове стучать нельзя, но вы же законы знаете. Ну, к сожалению, вот они такая нация, да, правильно, неправильно. Я, меня всегда воспитывали и крапивкой, и кнутиком, и подзатыльники давали. То же самое, мой сын так воспитан и подзатыльниками, и крапивкой, и прочее, прочее. Нет ничего, здесь, понимаешь, есть же дети, которые понимают с полуслово, есть дети, которые понимают пряником, есть дети, которые понимают кнутом. Так что здесь, ребят, обижайтесь сами на себя. Не устроила, не устроила наша Российская Федерация? Ну, ребят, не обижайтесь, а сопли вы все можете пускать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.